Вы смотрите Life News, мы продолжаем стрельба по сосулькам. Всё равно, что из пушки по воробьям. В Москве неизвестный у торгового центра принц Плаза открыл огонь из пистолета. Он пытался таким образом сбить опасную на лиц крышу. На месте работает наш корреспондент Олег Сидякин. Он выходит на прямую связь со студией Life News. Олег, я тебя приветствую. Смекалку невероятную проявил этот сотрудник в уборке крыши. А вот интересно, удалось ли установить, кто именно этот стрелок? Приветствую тебя, Евгения. Сейчас мы как раз и занимаемся тем, что ищем неизвестного стрелка. Но хочу отметить, что на юге Москвы сегодня импровизированный тир. Неизвестный мужчина открыл здесь, прямо на ступенях одного из парадных входов в торговый комплекс принц Плаза. Неизвестный мужчина лет 50-60 стрелял по навиши над тротуаром Сосули. Ты можешь видеть, я сейчас попрошу оператора показать, такая огромная наледь длиной порядка 4-5 метров. И вот внизу нависал уже такой ледяной конус. Он, конечно же, угрожал прохожим. И неизвестный мужчина стрелял по нему из пневматического пистолета. Случайным прохожим удалось заснять это на камеры мобильного телефона. Я попрошу сейчас инженеров показать нам эту картинку. Дело в том, что вот такая борьба мужчины с ледяной сосулей длилась около 15 минут. Выбрал он для стрельбы пневматический пистолет. Такой обычно используют в стандартных тирах для стрельбы по мишеням. С откидывающимся дулом туда заряжается такая круглая пуля. И потом производится стрельба. Так вот, мужчине, напомню, удалось все-таки сбить ледяной конус, который нависал над тротуаром. И после он ушел. Сама же наледь, вот эта 5-метровая где-то наледь на стене, она сейчас остается. Нам до сих пор никто не сказал из сотрудников охраны, был ли это сотрудник торгового центра стрелявший или случайный прохожий решил так им помочь. Но вот когда нам удалось пообщаться с начальником службы безопасности, то вот этот уполномоченный человек нам заявил, что ничего компрометирующего в данном неординарном, можно так сказать, способе борьбы с сосулями он не видит. Если даже слышали, если даже видели, что в этом такое, ну, стреляли. Не в человека там, ничего такого, если даже устреляли. А, понятно. Ну, по крайней мере, мне не докладывали, не говорили, не слышали. По крайней мере, а с чего стреляли, с какого оружия? С пневматического. Ну, а как можно услышать там внутри торгового центра, если пневматическое, это даже не окружение? Ну, может, он что-то доложил или сказал, что вот, там служба безопасности берет, у мужчины с пистолетом стоит на крыльце. Ну, разве я бы разрешил, чтобы тут кто-то стоял, стрелял? Ну, вот поэтому и спрашиваю. Может, вы его сами выбрали, вы вели в полицию? Впервые слышу. По крайней мере, я бы не разрешил. Ну, а вот в частной беседе с сотрудниками торгового центра нам удалось узнать, что стрелявший мужчина, возможно, является сотрудником клининговой компании, которая следит за территорией торгового центра и прилегающей также территории. Но вот такой вот неординарный, конечно, способ избавления от нависающих сосуль, который выбрал для себя вот этот неизвестный мужчина, он, конечно же, небезопасен для прохожих. Если, конечно же, он захотел стрелять по сосуле и сбивать ее таким способом, то нужно было хотя бы отгородить тротуар, где шли пешеходы, по тротуару заходили в этот вход в торговый центр посетителей, и надо было все-таки их как-то обезопасить, так как падающий лед мог все-таки попасть на прохожих или, не дай бог, отскочить вот этот вот снаряд пневматического пистолета, вот эта вот пулька могла отскочить, не дай бог, кому-нибудь, конечно же, в глаз, и тогда травм было бы не избежать. Но вот ничего подобного, никаких мер безопасности предпринято не было, и сейчас мы остаемся здесь, чтобы найти этого неизвестного стрелка и пообщаться с ним, и узнать, по какой же причине все-таки он выбрал именно такой неординарный способ избавления от ледяных сосуль. Евгения, тебе слово. Да, Олег, удачи тебе в розыске. Ну вот эту деталь, что сильно рисковал этот предприимчивый, и, надо сказать, очень меткий сотрудник, рисковал прохожими, я, конечно, тоже это отметила, но вот недальновидность тоже его отметила. Чего только не увидишь в русских селениях, вот так можно озаглавить то видео, которое ты нам, Олег, показал. На прямой связи со студией был наш корреспондент Олег Сидякин. Сегодня неизвестный у торгового центра принц Плаза открыл огонь из пистолета. Таким образом он пытался сбить сосульки. Получилось?